Здравствуйте, это медиащитиво специальный блока книг. Совсем скоро все просвещенное человечество побежит в кино. Почему? Потому что на экраны выходит Алиса в Зазеркалье. Вторая экранизация гениальной истории Ильи Иса Кэрролла о чудесной Алисе, которую снимает Тим Бартен правда, в этот раз он выступает уже как продюсер. Мы снова увидим Мию Васиковски в роли Алисы. Мы увидим нежную, тонкую Энн Хэтуэй в роли Белой Королевы. И увидим великолепную Хелену Боннэм Картер в роли Красной Королевы. Между прочим, во всех русских, да и украинских переводах никакой Красной Королевы вы не найдете. Королева это черная, шахматная, а вот в первоисточнике у Ильи Иса Кэрролла она красная, потому что британские шахматы больше похожи на белое и красное, чем на белое и черное. Но не только это несостыковка, не только это несоответствие между первоисточником и экранизацией. Алисе даже вот несколько лет назад, когда она еще была Алиса в Стране Чудес, было целых 19 лет. В отличие от героини Ильи Сокэрола маленькой девочки. А сейчас у меня Васиковски вообще уже взрослая женщина. И что там будет за история, мы не знаем. Вообще этот текст настолько сложный, настолько странный, настолько удивительный, что его интерпретаторы, даже переводчики, обращаются с ним с большой вольностью. В тексте в этом очень много загадок, как и в самой личности автора. Напомню, что он был профессор математики, что он был эксцентричный, странный человек, дружил с маленькими девочками. В викторианской Англии это никому не казалось подозрительным, зато потом психоаналитики сломали копья, перья и что там у них еще есть, чтобы доказать, что что-то сексуальное, извращенное, невероятное в этой истории присутствует. А вот век 21 дает уже совершенно другую интерпретацию Алисы. Нас уже сейчас мало волнуют детские комплексы и травмы автора или героини. Мы наслаждаемся буйством красок, буйством фантазии и прощаем Тиву Бертону все его вольности. Очень надеюсь, что кино получится хорошим, интересным и красочным. А в ожидании очень советую вам прочитать книжку. Вот посмотрите, какая замечательная книга в руках Алиса «В стране чудес». С одной стороны переворачиваем, Алиса «Зазеркаль» с другой стороны, а баба Малагама, любимая моя, выпустила несколько лет назад прекрасный украинский перевод и замечательные иллюстрации. Ну и вообще, читайте книги, их написали умные люди.